Итак, мы продолжаем наш разговор о групповом этапе Лиги Чемпионов и, с сожалению, констатируем, что украинские команды бесславно заканчивают свои выступления на этом этапе. Ну и, в принципе, есть какое-то ощущение полного провала, что Шахтер, который вчера упустил победу с молдавским Шаифом буквально на последних секундах, сам себе привез проблемы, сам устроил непонятную ситуацию с вратарями Донецкий клуб, когда зачем-то в концовке Дедзерби решил заменить голкипера и в результате началась суета, паника и пропустили мяч на ровном месте в абсолютно необязательной ситуации, когда можно было спокойно доводить встречу до победы, которая стала бы единственной для украинских команд на групповом этапе Лиги Чемпионов. Ну и Динамо. Казалось бы, играет команда против Бенфики, против коллектива, которого, в принципе, можно ловить на контрвыпадах, которого можно поймать на ошибках в обороне. Португальцы очень нестабильны. Португальцы крайне посредственны в защите. И, как мне кажется, изначально здесь были кое-какие возможности и кое-какие варианты у динамовцев. Ну и что самое главное, если бы Динамо использовал свои шансы на старте встречи, если бы Динамо не привозил опасные моменты к своим собственным воротам, ну вся игра сложилась бы иначе. Вы мне простите, о чем думал Вербич, когда откровенно привез второй забитый мяч к своим воротам? Чем занималась защита всю эту встречу? Не совсем понятно. Ну и, конечно же, знаете, остается только догадываться, о чем думали футболисты Динамо, когда на восьмой минуте встречи Цыганков буквально от линии вратарской пробил над перекладиной. Я, честно, не понимаю, как так можно было жахнуть. Вспоминается Ван Перси в матче с ЦСКА в 2008 году, когда 0-0 сыграли с армейцами, и вот там Ван Перси примерно в такой же ситуации не смог реализовать очевиднейший момент. И вот понимаете, вот после всего этого, после этого кошмара, о чем вообще можно говорить? Что киевскому Динамо нужно делать в Лиге Чемпионов? Да ничего. К сожалению, такая команда, которая упускает свои шансы и сама привозит проблемы к своим воротам, не способна противостоять той же самой Бенфике, которая к тому же была мотивирована, потому что для Киева Еврокубки уже закончились, а Бенфике нужно было побеждать, потому что в параллельной встрече Барселона, Бавария, ну, там было всем понятно, что мюнхенцы фавориты, но так или иначе, Бенфике все равно нужно было побеждать свою встречу. И поэтому здесь, помимо всего прочего, помимо того, что Бенфика просто оказалась сильнее, как футбольная команда, они еще и больше хотели себе показать. И вот Киев, ну, не то чтобы разочаровал, мы, в принципе, увидели все те же проблемы, которые были заметны и раньше. Огромные неприятности с обороной, косяки в средней линии, плохая реализация моментов. Фактически команда продолжает играть без центрфорвардов, использовать вот эту схему с ложными девятками в лице Гармаша и того же самого Буяльского. И мы понимаем, что Гармаша и Буяльский это футболисты способные, которые могут создавать моменты. Плюс есть и Цыганков, и Вербич, и остальные. Но с этой атакой максимум, на что можно рассчитывать, это на какие-то ситуативные вспышки, на ситуативные яркие эпизоды. И все. А в остальном никакой конструктивной игры мы, по сути, и не увидели. Да, во втором тайме многие скажут, Динамо перебил своего соперника, существенно больше ударов, статистика говорит о том, что Динамо контролировала второй тайм и доминировала, но вы сами понимаете, это связано с тем, что Бенфика отошла в оборону, имея преимущество 2-0, отдала снаряд и просто расслабилась и ждала, когда там закончится матч Киева и Бенфики и параллельный матч Мюнхена и Барселоны, где счет уже тоже был в пользу одной из команд и было понятно, что Бавария там побеждает. Поэтому здесь, к сожалению, следует признать, что даже вот этот активный второй тайм, он по большей части был связан с тем, что сама Бенфика отдала инициативу и стремилась ловить уже Киев на контрвыпадах, отдала снаряд, но при этом, как мне кажется, сценарий игры по-прежнему был под контролем у португальцев. В общем, неприятно, все сложилось, очень неприятно и есть какое-то чувство безысходности от всего происходящего с украинскими командами. Но на тему безысходности, если вдруг вы хотите заработать денег, ничем не рискуя, если у вас проблемы и все остальное, то вы можете пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт pinup.ru, потому что здесь вас ждет специальное предложение, бесплатная ставка freebet до 3000 рублей. Чтобы получить его, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на этом сайте, ну и, собственно говоря, ввести промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику. В общем, дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а касательно киевского Динамо, оно, хотелось бы отметить, тоже ничем не рисковало, потому что здесь, в этой встрече, ну, по сути, ничего для них не разыгрывалось. Четвертое место они бы уже не потеряли, на третье место не поднялись бы. Так спрашивается, почему бы не соиграть смелее? Почему бы не попробовать какие-то новые интересные сочетания? Почему бы не рискнуть? И не выйти с более атакующим составом? Но мы видим, что снова нападающие на скамейке запасных, повторяю, без фойвардов, фактически команда играет Рамирес, Шкурин, все на скамейке, нет ни одного центра фойварда классической типологии. В принципе, мы видим и достаточно закрытый центр поля с Шапаренко и Сидорчуком. И, в принципе, есть ощущение, что Киев и не особо собирался как-то идти вперед, лезть в атаку. То, что произошло во втором тайме, повторяю, это просто, знаете, банальная ситуация, когда одна команда вышла вперед, вторую нужно отыгрываться, и поэтому она лезет в атаку. А так, киевляне вот в этой встрече как-то и не особо хотели что-то особое показать, простить за тавтологию. И вот, понимаете, на фоне матча Челси-Зенит, где Зенит тоже ничего для себя уже не решал, но как-то захотелось команде проявить себя напоследок, показать себя в Лиге Чемпионов. И, пожалуйста, три-три по яркой игре. А здесь, ну, простите, чувство безнадеги. Уж простите за вот это извечное сравнение российских и украинских команд, но когда это все происходит в один игровой день и с разницей в два часа, ну, здесь по неволе появляются вот такие параллели. При этом украинские болельщики могут порадоваться кое-чему. Тому, что Яремчук забил. Ну, это тот самый момент, когда украинские фанаты в первую очередь гордятся тем, что Зинченко отдал суперпередачу за Манчестер Сити, что Яремчук забил гол. Вот сегодня матч Аталанты перенесли на завтра. Наверняка завтра тоже будут хорошие новости от Малиновского. А вот украинские команды как-то разочаровывают. И это очень печально. И вот в этой встрече даже не результат как бы расстраивает, а отсутствие желания себя как-то показать, отсутствие каких-то конструктивных идей и ощущение того, что все эти проблемы, которые из матча в матч душили Киев в Лиге Чемпионов, они никуда не делись. И знаете, если с какими-то проблемами теоретически в будущем можно совладать, ну, оборона станет надежнее, потому что Забарный один из самых перспективных защитников Восточной Европы. И он молодой, талантливый, будет расти, прибавлять и так далее. И другие футболисты тоже не старики, там, Миколенко, Тымчик, они все еще прибавят, раскроются, и возможно, тогда Динамо получит одну из лучших оборонительных линий за последние годы. Но с остальным-то что делать? Оборона окей, как-то выистарится. Вместе с Бущаном, который готов тянуть один удар за другим, возможно выйти хорошая оборонительная игра. Но в атаке-то где идеи, где комбинации? Вот мы видим, что в украинской премьер-лиге где-то за счет индивидуального таланта, где-то за счет, скажем так, исполнительского мастерства, а где-то за счет постановки игры от Луческу команда добивается успеха в атаке. Как только вопрос касается Лиги Чемпионов, все, пол шестого, Киев ничего не показывает. И вот с этим нужно что-то делать, потому что с такой безидейной игрой впереди выступать не то, что в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы уже станет скоро стыдно. И это печально. В общем, такой вот грустный ролик, но особых поводов для позитива нет. Ну, только за Еремичука можно порадоваться. Молодчина снова забил.